добрый день друзья сегодня я вам хочу рассказать о применении торфа в пруду и в аквариуме в прошлом году я на этот пруд в две тонны вносил где-то две горсти таблеток торфяных вода у меня не цвела и вот здесь вот в углах пруда обильно разрасталась нитчатка которая служила очень хорошим источником планктона для рыб и мне не нужно было кормить рыб все лето весь прошлый год рыб я в этом пруду не кормил им было достаточно того что они получали из нитчатки из возраста из планктона в этом же году я вес пруд вот такой вот мешок торфа это порядка 9 литров вот 9 литров может больше может меньше торф я внес в контейнер под ниттею во второй контейнер с нимфей и в контейнер с вот этим кустом не знаю как он называется нитчатка перестала расти вообще я не скажу что возрасте в этом аквариуме нет в этом пруде к нет если поискать то можно конечно найти следы водоросли но они здесь просто выживают они здесь не растут вот чистый стебель не фейки вот место где они должны бы по идее расти но здесь от них только следы очень маленькие следы они не разрастаются не опутываются и траву как мы видим они здесь просто выживают вот чистый роголисник чуть-чуть возрасте я попытался возрасте как источник платона заменить роголисником в этом пруду вот здесь немного роголисника вот здесь роголисник как мы можем видеть роголисник чистый совершенно без водорослей и это не есть хорошо дело в том что роголисник не дает столько полк тона сколько мне давали в водоросли а теперь посмотрим какая вода в этом пруду на 2 тонны сюда вес повторюсь 9 литров торфа вот как мы видим вода совершенно прозрачная перейдем к аквариуму те кто следит за моими роликами уже видели что в этот аквариум я добавляю чай из торфа я раз в 10 дней завариваю 100-150 грамм где-то торфа и при подмене воды добавляю вот в этот 130 литровый аквариум ну аквариум 130 литров а чистой воды здесь литров 110 вот можете оценить качество воды в этом аквариуме торф не делает воду мутной на второй день после внесения торфа вода становится совершенно прозрачной вот мы видим заднюю стенку ксенококуса нет нет ксенококуса на боковой стенке эти стенки они чищу насколько можно видеть аквариум прозрачный на всю глубину очень чистая прозрачная вода и опять же если посмотреть на мух мух совершенно чистый хотя он расположен под фильтром там где он собирает всю муть казалось бы он должен быть заросший водорослями но возрасте в этом аквариуме не растут если хорошенько присмотреться я вот сегодня нашел небольшое количество нитчатки и очень плохо фокусируется камера вот тут совершенно маленький маленький клочочек нитчатки если вам видно но это не говорит о том что в этом аквариуме водоросли растут это просто выживают вот он пучочек весь остальной мух вся остальная трава совершенно чистая вот это вот действует торф которая вношу сюда при подменах раз в десять дней никакого ксенококуса никаких обрастаний на траве и при этом торф не делает воду мутной вода остается кристально чистой она лишь получает небольшой коричневатый оттенок приятный для глаз вот так действует торф в аквариуме так действует торф пруду испытываю торф уже второй год и очень доволен им он очень хорошо борется с помогает сделать кристально чистую здоровую воду на этом все до свидания до новых видео всем удачи чистой воды и а и Продолжение следует...